О, смотрите, какой интересный здесь маленький памятник. Это же так необычно. Но, конечно, везде-везде зелень. Здесь, кстати, если дальше идти, тоже место, где можно покушать. Я думаю, что когда закончится локдаун, потом будет здесь очень интересно, когда будет всё оживлённо, когда будет много людей. Ну, подождём. Вот видите, кафе, здесь ресторан. Я думаю, всё, рано или поздно всё восстановится. А здесь отдел часов. Хочу честно вам сказать, я не очень разбираюсь в часах, во всех этих брендовых часах. Но, может быть, кто-то из вас разбирается, и хочу показать вам цену. Вот эти часы стоят 3700 фунтов. Но прибавляйте ещё два нолика. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот. 3200, 3500, 2850 фунтов. Вот такие цены на часы. Посмотрим дальше. Какие здесь цены. Немножко уже подешевле. Вот эта фирма, да? Ну, я не очень разбираюсь сразу. Я не знаток. Бремонт. Да. Бремонт, да? 1550 фунтов. 4100. Но, возможно, они очень хорошие часы. И посмотрите. А, вот, вот это Бремонт. Сейчас мой муж сказал. Вот тоже здесь часы разные. Но, наверное, всё может что-то онлайн купить. Вот, получается, 4795. Я хочу вам сказать, это 5000, это полмиллиона. Полмиллиона рублей. Но это ещё не самые дорогие. Вот, или 300 тысяч, например, часы. Готовы ли вы отдать такие деньги за часы? Ну, я нет, конечно. Даже 3000 фунтов, 4000 фунтов. Даже здесь, живя в Англии, но мы не готовы такие деньги отдать за часы. Вы можете написать в комментариях, вы бы отдали такие деньги. Какой интересный магазинчик в виде машины. Посмотрите. Он сейчас, конечно, тоже не работает. Но это маленький магазинчик. Как оригинально придумали, да? Вот, и потом уже сюда подходишь, здесь заказываешь всё, что тебе надо. Интересно, а что здесь продают? Ааа, так здесь разные пироженки. Обратите внимание. Ой, любители сладкоежек. Посмотрите, 2,50, 4,50. Сейчас, к сожалению, не работает. Пончики разные. Да, да, это пончики. Вот. Вафли. Здорово. Супер. Да, мы с мужем решили, мы обязательно приедем, когда уже всё будет открыто. А это стульчики в виде мороженого. Очень интересно. Мне кажется, если с детьми тут, просто очень интересно. Да, вот так вот. Что только не придумают, чтобы завлечь покупателей, чтобы завлечь детей. Я думаю, что детям очень интересно. Видите? Кафешка такая на колёсиках. Представляете, ещё одну нашла кафешку и тоже в виде машины. Ну, молодцы, придумали. Очень оригинально. Вот. Что здесь у нас продаётся? Давайте вместе посмотрим. Что-то тут сладенькое за 4,95. А, ну, здесь... А, здесь кофе можно купить. Вот смотрите, хот-дринкс, латте, кофе 2,85, капучино, американо 2,60, мока и так далее. Экспрессо, фунт 95. Ну, прибавляйте 2,0. Значит, 285, самое дорогое кофе... А, нет, 305 рублей дорогое кофе самое. Самый дешёвый, фунт 95. Это 195 рублей экспрессо. Но как вам наши цены? Пишите комментарии. Вот. Вот тоже такая кафешка в виде машинки. Ну, молодцы. Это здорово, чтобы хоть как-то привлекать покупателей. А, вот, давайте с другой стороны. Ну, вот они работают, я смотрю. Да, вот здесь мужчина делает кофе. Ну, не всем нравится, когда их снимают. Так что вот так вот. Ну, вот наша прогулка продолжается. Посмотрите, какие здесь люстры в этом торговом центре. Огромные. Вот когда такое всё строят, я думаю, надо же, это просто чудо. Как люди всё это строят? Но это не простые постройки. А сколько денег вложила Англия в этот торговый центр? Кстати, вот здесь Томас Кук. А он же разорился. А офис остался. Вот. Поэтому гуляем дальше по нашему торговому центру. Да, ещё раз хочу показать. Потолок красивый, конечно, очень. Да, туризм, конечно, разоряется и разоряется. Бедные туристические фирмы, конечно. А вот, кстати, магазин Mark Expenser. Ну, Mark Expenser работает. Ну, я думаю, почему он работает? Потому что здесь же и еда, и одежда. Но как-нибудь я сделаю отдельно видео про Mark Expenser. Какие цены в Англии. Потому что это достаточно будет длинное видео. Вот. Поэтому идём дальше.